Всем привет дорогие друзья, вы смотрите канал ChinaGadgets и сегодня у нас на обзоре флагманское устройство от индийской компании Micromax, а именно Micromax Canvas 5 модель E481. Смартфон отличается стильным дизайном, неплохими техническими характеристиками во главе с чипсетом от Mediatek и разумеется гуманным ценником. Однако как поведет себя наш герой в боевых условиях и сможет ли он справиться со всеми возложенными на него задачами, сейчас мы с вами и узнаем. Смартфон поставляется в простенькой черной картонной коробочке, которая в то же время и не бросается в глаза и не смотрится унылым серым кирпичом. Открыв ее мы встречаем сам смартфон, небольшой конверт, внутри которого расположилось руководство пользователя полностью на русском языке, гарантийный талон, информация о сертификации продукта и защитная пленка. Далее мы встречаем компактный черный коробок, в свою очередь внутри которого расположились фирменная стерео гарнитура, USB кабель и блок зарядного устройства с заявленной силой тока в 1 Ампер. На этом с комплектацией покончено, переходим непосредственно к нашему сегодняшнему герою. Дизайн смартфона это пожалуй то, над чем в первую очередь задумывались создатели пятерки. Внешний вид устройства однозначно создает впечатление, что у нас в руках не второсортный продукт, а реально качественная вещь, которую как говорится не стыдно достать из широких штанин. Задняя крышка текстурирована под кожей на ощупь, полностью идентична покрытию, которое используется в том же Galaxy Note 4. Отпечатки собирает, но делает это нехотя и удалить их и не составляет большого труда, зато в руке лежит просто отлично и не пытается ускользнуть из ваших цепких лап при первом же удобном моменте. По периметру устройства имеются алюминиевые вставки, которые придают нашему герою дополнительной премиальности. Плюс ко всему, сам по себе смартфончик достаточно компактный и в мире 5 и 5 дюймовых лопат вполне бы мог получить приставку мини, но нет, это полноценное флагманское устройство и меня как любителя компактных смартфонов это не может не радовать. На лицевой стороне смартфона расположились глазок фронтальной камеры, динамик и вспышка, что намекает нам на хорошую селфи камеру, её мы обязательно протестируем несколько позже. Сенсорных клавиш управления у смартфона нет, навигация осуществляется программными способами. На правой стороне качелька регулировки громкости и кнопка включения. Сверху разъём 3,5 мм для подключения стерео гарнитуры. На задней стороне глазок основной 13 мегапиксельной камеры, вспышка, логотип компании Micromax и основной динамик. Кстати, задняя крышка у смартфона съёмная, под ней расположились. Два слота под микросим карточки, слот под карточки памяти стандарта microSD и несъёмная аккумуляторная батарея объёмом 2900 мАч. Что касается качества связи и разговорного динамика, то к ним претензий нет, во всяком случае собеседники не жаловались. Включается смартфон около 30 секунд. Micromax Canvas 5 управляется под операционной системой Android версии 5.1. Разумеется, стоковый Android претерпел ряд изменений, но все они в основном коснулись внешнего вида и некоторых подпунктов. Меню в принципе всё просто и интуитивно понятно. К скорости работы претензий не возникло, логов подвисаний за время эксплуатации замечено не было. Оболочка достаточно интересного, какого-либо отторжения и дискомфорта она лично у меня не вызвала. Так что переходим непосредственно к железной составляющей устройства. На борту нашего подопытного расположился старый добрый 8-ядерный 64-битный процессор от компании Mediatek, а именно MTK6753, работающий на частоте 1,3 ГГц. На ядро за графику отвечает Mali 720, объем оперативной памяти составляет 3 ГБ. Связочка, проверенная временем, весьма энергоэффективная и производительная. Технология CorePilot позволяет грамотно распределять нагрузку между ядрами в зависимости от сложности возлагаемых задач, что позволяет, к примеру, грамотно использовать ресурсы аккумуляторной батареи. Не спорю, связка не самая игровая, однако смартфон не позиционирует себя как устройство для игр. Однако при всём при этом, пятёрка прекрасно справится со всеми современными релизами, на средних и иногда даже на высоких настройках графики. Полный игротест будет в отдельном ролике, ссылка в конце видео. Ну а сейчас предлагаю вам ознакомиться с результатами тестирования нашего подопытного во всех популярных бенчмарках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА GPS. Тут ситуация примерно аналогична с другими устройствами на подобных чипсетах от компании Mediatek. Спутники смартфон ловят достаточно быстро и уверенно, однако несколько медленнее, чем устройства на топовых платформах. Автономность. По заявлению производителя, объём аккумуляторной батареи смартфона составляет и 2900 мАч. Показатель средний, ничего выдающегося от него ждать не стоит. Однако и в грязь лицом он точно не ударит и позволяет устройству спокойно выхаживать весь световой день даже при тяжёлой нагрузке. Если же вы заядлый игрок в современные ресурсоёмкие игры, то будьте готовы заряжать ваш любимый гаджет каждую ночь. Если же нет и вы пользуетесь устройством как обычной звонилкой, то тут запаса аккумуляторной батареи вам хватит, пожалуй, на 3-4 дня. В принципе, показатели вышли среднестатистически для многих подобных устройств. Объём встроенного накопителя у пятёрки составляет 16 гигабайт, из которых пользователю доступно около 11 гигабайт. Отчаиваться не стоит, объём встроенного накопителя можно с лёгкостью расширить при помощи карточек памяти стандарта microSD. Ну а сейчас предлагаю вам ознакомиться с примерным качеством звучания нашего подопытного. Продолжение следует... Продолжение следует... Звук не самый громкий, однако вполне качественный. Назвать его аудиофильским я, конечно же, не могу, но для просмотра фильмов и прослушивания музыки он точно подойдёт. Звучание в наушниках без особых прикрас, тут всё на уровне с конкурентами. Что касается воспроизведения видео в стандарте 4К, то тут дела обстоят и не сильно гладко. Правда, оно ему и не нужно, а вот с фильмами в Full HD всё прекрасно. В Micromax Canvas 5 используются два модуля камер тыльной на 13 и фронтальной на 5 мегапикселей. Оба модуля позволяют делать вполне неплохие снимки в условиях с хорошей освещенностью. Однако, если освещение становится недостаточным, программные алгоритмы обработки фотографий начинают съедать и некоторые мелкие детали на снимках, и в пасмурную погоду фотографии получаются средние. Что касается себяшек, то тут и без нареканий. Передняя камера отличная, но тоже без особых прикрас, а вот за вспышечку нужно однозначно сказать спасибо. Ну а сейчас предлагаю ознакомиться с примерами фото и видео файлов, сделанных при помощи нашего сегодняшнего героя. Тест на записи видео. Видео камеры Micromax Convac 5 Вот так у нас камерка наша снимает. Давайте лавочку в масле возьмем. Пока что неплохо. Посмотрим, что из этого вышло. И еще один пример макросъемочки. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы проверим, как данная камера снимает в движении. Сейчас мы идем. Обычным, так сказать, размеренным шагом. Ну а сейчас... Побежали. Даже прыгнем сейчас. Опа! Ну все. Посмотрим, что вышло. Продолжение следует. Экран смартфона это Full HD PSUGS матрица с диагональю 5,2 дюйма и плотность у пикселей равна 424 ppi. Показатель не рекордный, но способный обеспечить необходимую детализацию изображения и даже с запасом. Вот что-что о дисплее данного устройства я точно отнесу в копилочку плюсов. С ним и тактильно работать приятно, и визуально он оставил у меня только положительные впечатления. Углы обзора хорошие, да, они тоже не рекордные, но вполне комфортные, нисколечки не уступают конкурентам. Запас яркости на высоте, при ярком дневном солнце экран не слепнет, текст остается читаемым. В целом цвета естественные, черный действительно черный, повторюсь детализация у данного дисплея отличная и не вызывает никаких нареканий. Ну что ж, настало время подвести итоги. Плюсы. Отличная сборка и неплохой дизайн. Качественный экран. Приемлемая автономность. Поддержка 4G LTE сети. И слот для карточек памяти стандарта microSD. Минусы. Пожалуй, только работа камеры в условиях недостаточной освещенности. На этом, думаю, всё. От себя добавлю, что смартфончик хоть и является флагманским, однако соперничать с топовыми устройствами от брендов первого эшелона он точно не может. Но и ценник у нашего героя явно не заоблачный. На деле смартфон меня нисколько не разочаровал. Он действительно качественный, приятно лежит в руке и не смотрится дешевой поделкой от неизвестной конторки. MicroMax Canvas 5 это смартфон для людей, ценящих стиль, надёжность и свои кровно заработанные деньги. С последним пунктом многие, наверное, не согласятся, но на старте продаж ценник всегда несколько кусается. Разумеется, посмотрим, что будет дальше, однако думаю, что смартфон однозначно стоит своих денег. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, а также оставить парочку комментариев и вопросов под видео. Постараюсь ответить всем, ну и разумеется, не проходите мимо нашей группы ВКонтакте. Там вы сможете ознакомиться с фотосессией данного устройства, а также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзора. На этом я с вами ещё раз прощаюсь, всем большое спасибо за внимание и поддержку, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok